Приветствую вас, и как вы понимаете, любая система воспитания, она основана на определенных ценностях, на определенных каких-то устоях. Она на что-то опирается. И вот вы говорите, да, что воспитатели такие профессионалы, да, то есть все их хвалят, замечательные и так далее. С точки зрения воспитания в узком смысле, то есть воспитать ребенка как будущего идеального носителя социальной роли, они действительно делают все правильно. И важно понимать, что кого-то, в том числе родителей других, в том числе и даже вам, но об этом я еще поговорю немного, Они могут нравиться им, и их честности, их направленность, вот эта вот социально ориентированная направленность в воспитании ребенка, она действительно кого-то может устраивать. Это вот нужно понимать, достаточно хорошо понимать, что кого-то, в том числе и родителей, устраивает то, что их ребенок, да, значит, вот растет таки... То есть такой вот удобный социальный индивид, который, в общем-то, не имеет там своего взгляда и прочее. И подобная система воспитания, она пришла к нам еще из прошлого века. И до сих пор остается таковой, пока, наверное, не сменится некоторое поколение воспитателей, потому что ценностей, которые остались, они все-таки еще действуют. Смотрите, воспитатели действительно неплохие. То есть, нужно понимать, что, например, я не собираюсь их как-то ругать или что-то и что, или тем более оценивать их работу. Воспитатели действительно хорошие, но нужно понимать. Понимать четко, в первую очередь, то, кого вы хотите видеть. Кого вы хотите видеть именно в своем ребенке. То есть, если вам нужен такой вот социальный, как я уже сказал, носитель социальной роли, то воспитатели для вас подобные. Воспитатели, вот такие воспитатели, для вас они идеальный вариант совершенно точно. Потому что они научат ребенка как раз-таки быть идеальным, носителем социальной роли. Ну, нужно понимать, что воспитатели умеют это делать. И они это, как бы, продвигают. Они это продвигают. Они это продвигают. Но они не могут дать вашему ребенку что-то другое. Они могут научить его, например, личностному выбору. Они не могут научить его индивидуальности. Они не могут научить его отстаивать индивидуальности. Они не могут научить его, например, принимать себя таким, какой он есть. Они учат его право. И в зависимости от того, кого вы хотите видеть именно рядом с собой Кого вы хотите видеть в своем ребенке Вот в зависимости от этого вам и нужно исходить Если вы хотите видеть носителей социальной роли, то для вас эти воспитатели идеальный вариант Если вы хотите видеть кого-то другого, например, личность, индивидуальность, то, боюсь, эти воспитатели вам не подходят Они просто в силу своей направленности не могут дать ребенку того, что вы хотите для него Не могут они ему это дать Не потому, что они плохие, не потому, что они не профессионалы Нет, просто не могут Вот это нужно понять И когда вы поймете, когда вы поймете, чего вы хотите именно для ребенка Вот тогда вам и станет ясно, как относиться к ребенку Отдаете вы, например, предпочтение по большей части социально ориентированному Да, предпочтение отдаете вы Ну, тогда понятно, что такие воспитатели идеальный вариант Если вы считаете, что вот социально ориентированный подход будут давать они, а вы будете давать другой подход, личностно ориентированных Это будет правильно То есть, нет ничего плохого в том, что воспитатели делают Нет ничего плохого в том, как они себя к ним ведут Ребенок имеет полное право не хотеть в сад, но если вы там настаиваете, он будет туда ходить и будет учиться определенным социальным ролям Вы же, со своей стороны, если считаете, что ребенку нужен личностный ариентированный подход Вы, соответственно, продвигаете другую линию поведения Чтобы ребенок видел, что в саду одно, в семье другое И если вы подойдете грамотно к своему подходу То есть, если вы грамотно осуществите свой подход Очень может быть, что ребенок будет видеть в семье некую такую свободу И это, в принципе, очень здорово Если у вас это получится сделать Если не уверены в себе, то тогда, конечно, продвигайте линию поведения воспитателя Но это связано из-за того, чего вы хотите для ребенка И именно отсюда нужно исходить Это главное, о чем я вам хотел сказать Далее Вы делаете следующее Вы перечисляете качество воспитателя Вы говорите, что они делают Вы говорите, как они себя ведут Вы рассказываете про реакцию ребенка То есть, есть у вас определенные вот эти вот моменты Определенные такие ключевые моменты Ключи Хорошо Вы не обрисовали свое отношение к этому То есть, как вы считаете Правильно воспитатели делают Что вот так себя ведут с ребенком Правильно ли воспитатели делают Что постоянно там что-то запрещают Там и так далее, и так далее, и так далее Ведь вы говорите, что вам они нравятся Значит, если они вам нравятся Значит, они чем-то вам нравятся Ну и, соответственно, давайте тогда попробуем понять Если вы задались вопрос Вопрос о том, как относиться к ребенку То, соответственно, наверное Вы сомневаетесь в том, насколько воспитатели правильно поступают А если вы сомневаетесь, насколько правильно поступают воспитатели То как это соотносится с тем Что вам, а не нас В чем заключается тогда симпатия к воспитателю Если вот есть такой момент Вот это для себя Тоже постарайтесь прояснить Это для себя тоже постарайтесь выяснить То есть, если есть какие-то, какие-то там, знаете Положительные моменты, да Именно вот Ну, касаемо ребенка Касаемо воспитателя Если есть какие-то положительные моменты Постарайтесь их выяснить Постарайтесь как-то их реализовать самостоятельно Может быть, или что-то еще Если вам не нравится, как воспитатели себя ведут А если вам они нравятся То, по-бам Нужно чему-то отдать предпочтение Либо ребенку, либо им Либо вы доверяете ребенку, который не хочет встать Говорят, что на него там орут и так далее Либо вы доверяете воспитателям, которые профессионалы Но мы не понимаем, в чем именно они профессионалы Это вот, как, знаете, как психолог, да Психология тоже большая наука В ней есть много разных школ, направлений и так далее Ну вот, допустим Психоаналитик Да, психоаналитик Вы приходите к психологу и говорите Мне нужен коуч Психоаналитик приходит на вас И начинает заниматься с вами коучингом Если это не ответственный человек Не очень ответственный человек Потому что психоаналитик без соответствующего образования в области коучинга Не будет этим заниматься Но он этим занимается И является он профессионалом в коучинге? Нет Является ли он психологом? Да Является ли коуч часть психологии? Да, является Вы понимаете, какое идет соотношение И вот это соотношение вам необходимо для себя также принять Поэтому, отвечая на ваш вопрос И приводя как бы черту под ним Хочется сказать следующее Расставьте свои приоритеты Пока есть такое ощущение, что вы разрываетесь между ребенком и воспитателем Но если воспитатели будут и уйдут А в прошлое, то ребенок будет с Иван Подумайте, что для вас важнее, чего вы хотите для ребенка И вот отгодя из этого уже строите свое отношение к нему Я думаю, это будет самый правильный ответ на ваш вопрос По крайней мере, с моей точки зрения Вот, на этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то дополнительные вопросы у вас оказались Будет рад помочь, пишите в личку Если вы решите написать дополнение для своего вопроса Пожалуйста, также в личку для этого не знать Чтобы я просидал и дополнил свой ответ Если вам понравился мой подход И понравилась моя аудиозапись То буду благодарен, если сделаете мой ответ лучшим Желаю вам всего самого доброго И удачи!